Здорово вам, дорогие братья и сестры! Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Последние два слова, не как неразумные, но как мудрые, погружают нас в картину ночи, тревожные события вокруг, как крик в ночи, вот жених грядет. Итак, выходите навстречу ему. Мы хотим быть числе мудрых, правда? Мы хотим успеть поправить светильник, быть с полным набором масла, и вот дальше следует решающая, отличительная характеристика мудрых от неразумных. Вместе с вами давайте мы откроем этот очень важный текст, Ефесянам 5 глава, 16 текст, Ефесянам 5, 16. Вот она, решающая, отличительная характеристика мудрых от неразумных. Дорожа временем, потому что дни лукавы. Продолжаем цикл ваших проповедей об ученичестве. Моя тема звучит так. Ученик Господа, будь мудрым, дорожи временем. Как мы будем рассуждать? Во-первых, мы посмотрим на то, что значит время. Во-вторых, мы посмотрим на то, что значит дорожить временем. И в-третьих, мы посмотрим на то, каким временем мы должны научиться дорожить. И будем проверять себя и молиться. Забегая наперед, хочу сказать, что сегодня мы узнаем кое-что удивительное о времени. Мы узнаем, кстати, что мы с вами можем называться миллионерами. Кто-то скажет, да у меня и 100 долларов, может быть, и нету. Ничего страшного. Мы говорим не о деньгах, мы говорим о нечто более ценном. Да-да, и не просто миллионерам, а мульти. Миллионерам – это значит, что больше миллиона. Мы узнаем с вами о том, что есть культуры и народности на нашей земле, которые совершенно по-разному относятся ко времени. Некоторые очень дорожат, а у некоторых времени совсем нет. Как же так? Да-да, счастливые часов не наблюдают, помните? Счастливые люди, мы узнаем с вами о том, что вот эта спешка, в которую сегодня мир погружен, и даже молодые люди говорят, ни на что не хватает времени, мы сегодня посмотрим, а есть ли возможность выбраться из этой спешки. Помните, как писал один из стихотворцев? «Проклятие века – это спешка, и человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравленно в цейтнот». Немецкое слово «цайт» – время, нот – нужда. Мы все с вами под большим искушением, испытанием недостатка времени. Можно ли выбраться, выйти из этого потока суеты? Да-да, у меня есть для вас библейская радостная весть. Можно и нужно. Как это сделать? Посмотрим. Ну и самое главное, действительно, мы посмотрим на то, как научиться, и каким временем мы должны научиться дорожить. Итак, приступаем к первому пункту. Что значит время? Время в науке – это непрерывное, априорное, то есть предустановленное, и мы знаем кем? Богом. Величина, причем ничем не определяемая. Как же так? У нас же есть часы, дни. Да, это некие отрезки, которые мы согласились иметь. Но само время невозможно определить, так говорят ученые. Помните 1 Коринфянам 15, 52? «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе». Вот таким будет внезапным приход Господа Иисуса Христа, к которому мы должны готовиться. Так вот, интересное слово «во мгновение ока». Если в то время еще невозможно было определить, сегодня можно определить. Ученые с помощью очень точных приборов определяют это мгновение ока. Вы знаете, что наш глаз не движется плавно, когда мы смотрим или читаем. Он движется мелкими скачками. Вот это одно мгновение ока составляет, вдумайтесь, 1,125 доля секунды. Вот таким внезапным, буквально молниеносным будет приход Господа. 1,125 доля секунды. Мгновение ока. И ты ничего не успеешь сделать, а, следовательно, надо приготовиться заранее. Вот в чем мудрость. И это не предел. Вы знаете, в философии время – это необратимое течение, протекающее лишь в одном направлении, оставляя прошлое через настоящее в будущее. И кто-то хорошо заметил, в одной из песен есть такие слова. «Есть только миг между прошлым и будущим». Именно он называется жизнь. И вот этот миг поймать невозможно. Мы уже посмотрели мгновение ока. Какое маленькое – это не предел. Ученые идут дальше. Миллисекунда – это 10 в минус третьей степени. То есть секунду разделить на тысячу частей. За это время пролетает пуля за несколько метров. И это не предел. Дальше идет микросекунда. Секунду разделить на сто тысяч частей. И это не предел. Дальше идет и октасекунда. Секунду разделить на 10 в минус двадцать четвертой степени. То есть единица и двадцать четыре нуля. За это короткое время происходит распад элементарных частиц. И дальше ученые не могут идти. Этот миг не уловить. Он все меньше, меньше, меньше. И дальше мы останавливаемся. Остальное знает только Бог. Послушайте, время не остановить, не определить и не пустить вспять. Не положить в карман, а потом тихонечко расходовать, как мы расходуем деньги, экономно. Значит, им можно научиться только дорожить. Интересно, что есть народности, которые очень дорожат временем. Ну, назовите хотя бы одну. Немцы, правда? Вот если немец попадает в череду красных светофоров, количество инфарктов возрастает несколько раз. Мы, конечно, не немцы, мы сильно так не переживаем. Но есть народности, которые вообще нет времени. Когда я учился в семинарии, наш профессор, который проехал очень много стран, был на островах Океании. Он говорит, когда у вас собрание? Они говорят, утром. А во сколько времени? Нет никакого времени у нас. Вообще нету часов. Просто утром. Он приходит утром, плавно начинается служение, народ подтягивается, это переходит в собрание, все поют, потом проходят, как обычно у нас два часа, и также плавно к обеду потихоньку расходятся. И он говорит, удивительно, и никто не опаздывает, и никто никуда не спешит. И все вовремя, послушайте, вот удивительно. И часов не наблюдают счастливые люди, правда, я не знаю, как они там с транспортом на самолет и остальное, не опаздывают ли. Ну, вот такой образ жизни. Послушайте, следующий интересный вопрос. Профессор спросил нас. Если мы, условно говоря, сделаем шкалу отношений ко времени, 10 – это точное отношение, например, немцы, а единица – это острова Океании, у которых времени нет. Где находитесь вы, славяне? А я подумал, говорю, ну, наверное, где-то мы посредине. Мы ни к тем, ни к тем не относимся, да, и мы все чрезмерно не переживаем, хотя часто тоже опаздываем, и это нехорошо, вообще-то надо быть более точными. И он спросил следующий вопрос. А как вы думаете, вот в этой шкале, куда мы поставили бы Иисуса Христа? Ведь он никуда не торопился, и он никогда никуда не опоздал. Даже когда думали, что он опоздал, и Лазарь умер, и если бы он там был, если бы он не опоздал, этого бы не произошло, Христос не опоздал. Он точно следовал по плану Отца и не опаздывал никогда и нигде. Так где он в этой шкале? Профессор задал вопрос, и мы не могли ответить. И он тогда сказал сам, а дело в том, что мы никуда не можем поставить Иисуса Христа в отношении ко времени. Он был над временем. Как же так? А мы можем быть так, как Господь? Можем. Вот она радостная весть Библии. Если наше сердце будет вполне посвящено Господу и будет следовать за Ним, как ученик, это тот, кто следует за Господом, то Бог Отец, так же, как и Иисусу Христу, Он подчиняет время ученику, так что на все, что Отец запланировал сделать, у нас хватит времени. Не хватает на то, что мы сами хотим делать, вне Отца. Вот на это времени часто не хватает. А это и есть суета-сует и томление Духа. Может быть, сегодня нужно сделать только одно дело, которое запланировал Отец для тебя, а все остальное находись в покое и размышлении и сделай это дело. Так какое дело? Вот это надо знать. И сердце, посвященное, знает время и устав, который для каждой вещи. И для каждой вещи есть свое время. Итак, Сын Иисус Христос умел дорожить временем каждой секундой, которую Бог подчинял Сыну для того, чтобы Божий план исполнялся в каждое мгновение времени. Вот и секрет. Так что значит дорожить? Переходим к следующему пункту. Что значит дорожить? Что хотел сказать апостол Павел? Ну, еще несколько моментов о времени. Вы знаете, в греческом языке есть три слова, переводимых у нас одним словом время. Но в греческом три. И есть эти важные оттенки, которые мы должны уловить. Первое слово – это ора. Иоанн говорит, что появилось много антихристов. И с того узнаем, что последнее время. Вот здесь он приводит слово ора. Буквально краткий отрезок времени. Не очень краткий. Иногда переходится как час. Когда апостол Павел говорит ефесским пресвитерам, что он все время это находился с вами, он приводит еще одно слово. Хронос. От которого происходит наше слово. Хронометр. Хронология. То есть, длинное течение времени, как река. Но здесь апостол Павел приводит третье слово, очень важное. Это слово кайрос. Это тоже небольшой отрезок, чуть побольше, чем час. И, конечно, меньше, чем течение времени. Небольшой отрезок времени, послушайте, который всегда для чего-то предназначен. Вот этот оттенок мы должны иметь в виду. И там еще стоит артикль, который указывает, что не просто какое-то большое такое время, как течение времени, а именно вот этот отрезок и для чего-то предназначенный. Им научись дорожить. Интересно, что это слово дорожить в греческом языке означает буквально из рыночных отношений, взят буквально из рынка. И так и переводится. Приобретать на рынке, улавливать, ценить возможность, выкупать время. Время – деньги, ценность. И ты должен научиться правильно, буквально очень скурпулезно дорожа к нему относиться. Интересно, что в King James Version и стоит это слово – redeem the time, то есть искупай именно вот это время. А теперь я хочу это же самое проиллюстрировать одним примером. Один человек, прибежав на вокзал и опоздав на поезд, он получил откровение в свое сердце, как нужно дорожить временем. Послушайте, его похлопали по плечу и говорят, ты плохо бежал? И вот он что говорит. Вот оно, откровение. Бежал я быстро. Я поздно выбежал. Почему мы опаздываем, славяне? Да потому что, не потому что мы слабо едем или слабо бежим, потому что мы упустили краткий отрезок времени, который нам был дан для того, чтобы вовремя выехать или вовремя выйти на какой-то appointment или на какое-то событие. А потом ты можешь бежать со всех с ног или ехать, буквально пытаясь нарушать правила. Ты все равно опоздаешь. Почему? Ты плохо ехал или слабо бежал? Нет. Ты упустил время до этого. Момент времени, когда ты должен был вовремя выехать или выйти. Вот что значит дорожить временем. И это относится буквально ко всему. Послушайте, что говорит Писание. Молодые люди очень часто смотрят на время как на хронос. О, у нас еще 70 лет впереди жизни. Неправильный взгляд. Смотри по-библейски. Это большое количество времени должно быть разделено на много малых кратких отрезков, которые для чего-то предназначены. И если ты упускаешь один отрезок, он больше к тебе не возвращается. И время упустил, и дело не сделал. Вот как Библия учит нас смотреть на большое, кажется, количество времени нам отведенное. Кстати, интересно, вы знаете, как в мире этом ценят время? Я поинтересовался, на швейцарском аукционе были проданы самые дорогие наручные мужские часы. Как вы думаете, сколько они стоят? Больше 32 миллионов долларов. Ничего себе простые часы, ничего особенного. Даже непозолоченный стальной корпус. Правда, больше 40 разных функций. Но ничего особенного. Вот так в мире ценят время. Я хочу вам сказать, сейчас прямо в ваших карманах больше, чем 32 миллиона. Но только не денег, а более ценного. Что бы вы сказали, если в вашем почтовом ящике вы обнаружили банковский стейтмент? И там написано, что каждый день с раннего утра на вашем счету 1440 долларов. О, хорошо. Недельку посидел дома, подождал, и можно уже подумать о новой машине. Годик-два посидел, и можно уже думать о хорошем доме. Но читай маленькими буквами. Это ж надо всегда делать в Америке. А там написано, если ты их мудро не вложил, они безвозвратно сгорают. Вот в чем дело. На нашем счету, образно говоря, Господь с раннего утра дает нам 1440 минут. Это 24 часа. За год 525 600 минут. А за 70 лет 36 миллионов 700 с лишним минут. Мы мультимиллионеры. Но как любой миллионер знает, что можно безвозвратно потерять в одно мгновение весь этот капитал, если ты мудро не вложишь только в нужные и правильные вещи. Итак, нужно вложить, вкладывать на то, что Бог дает. Это и значит дорожить временем. Послушайте, что говорит Писание. Сердце мудрого, Екклесиаса 8, 5, 7, знает время и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав. Третья глава с 1 по 8 стих. Всему свое время и время всякой вещи под небом. 1 Параллепиминон 12, 32. Пришли мужи разумные, которые знали, что и когда надлежало делать Израилю. Дети, назовите, пожалуйста, из Библии четырех маленьких насекомых или животных, о которых Библия говорит, что они мудрее мудрых. Ну, как кто-то вспомнит, молодежи, подростки и остальные могут помогать. Кто-кто? Ну-ка. Муравей, правда. А в чем его мудрость? В чем мудрость маленького муравья? Послушайте, Библия называет его мудрее мудрых. Читаем, Притчи 30, 24. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Послушайте, как удивительно, Бог вложил в сердце маленького муравья мудрость, что у него есть только краткий промежуток, маленький, времени, лето. И если ты не успел заготовить пищу, приходит, меняется время, и ты уже ничего не можешь сделать, и ты погибнешь. Муж, кстати, вы помните эту мудрость дедушка Крылов? Он в стихотворной форме изобразил, когда стрекоза порхала, а муравей работал. И вот наступила осень, и стрекоза ползет к муравью. А он спрашивает, и вот дальше идут эти стихи замечательные. А работала ли ты летом, говорит ей муравей? Ах, да того ли, голубчик, было в сладких муравах у нас, песни резвость всякий час, так что голову вскружила. Друзья, а не вскружила ли нам Америка голову? Но я имею в виду многим христианам, и все думают, это будет всегда такое изобилие, все будет у нас еще здесь хорошо в Америке. Я хочу вам сказать, это очень быстро может закончиться, точно так, как у стрекозы. И что дальше? Куда поползем? Лучше не ползти, лучше сейчас, сейчас прямо заготовлять. Так вот, интересно, муравей это понял, и он это делает прямо сейчас, летом, еще не наступит осень, а он уже заготовляет. Мне вообще нравится, как в украинском переводе звучит этот шестой текст из книги-притчи «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». В украинском переводе вообще гениально написано «Пойди к мурашке, ленюха, поддивись на действия его». Правда, девись, девись, это дивно, смотреть на маленького муравья. «Десять дев, пять мудрых и пять неразумных». Всем дано было одно время заготовить масло. Время изменилось, и то, что было легко сделать днем, ночью невозможно сделать быстро. И пять побежали искать, но быстро уже не сделаешь, и двери затворились. Вот оно, правильное, мудрое отношение ко времени, чтобы им дорожить именно сейчас. Вот сейчас время поправления светильника и заготовления этого масла, условно или образно говоря. Вы знаете, дети, хочу еще раз вам сказать один урок, очень удивительный, который я получил в шесть лет. Вы знаете, в шесть лет меня отдали на скрипку. Я выучил три мелодии, год я скрипел, я не знаю, как это соседи выносили, мои родители, но я сдал экзамены и поступил в первый класс на класс скрипки. И мама сказала, тебе уже семь лет, сын, ты стал взрослым. Принимай свое мужское решение, будешь ты ходить дальше на скрипку или нет. Я собрался с духом, и я принял свое первое мужское, но неправильное решение. Я сказал, мама, я не хочу ходить больше на скрипку. И вы знаете, я жалел об этом всю свою жизнь и до сих пор жалею. Как сколько раз я к маме говорил, мама, ну почему вы отдали такое судьбоносное решение в руки семилетнего ребенка? Нужно было заставить и не смотреть на слезы, а заставить, убедить, водить. Дети, когда вам будет очень не хочется идти на очередное занятие, на очередное занятие скрипки или фортепиано, и у вас будут вечно слить слезы, вы скажите, папа и мама, не смотри на мои слезы, «Продолжай меня водить на скрипку и фортепиано, я скажу тебе только большое спасибо, когда вырасту, и буду тебе благодарен всегда». Дети, вы запомнили? И вообще благодарите Бога за родителей, которые вас водят и возят на занятия по музыкальным инструментам. Вы знаете, я принял урок, больше никогда в жизни это время ко мне не вернулось. Я владел другими инструментами, но скрипкой больше никогда. Упустил, не дорожил. Давайте возьмем этот урок. То, что Бог дает, очень краткий момент, для какого-то дела не упускай. Один брат говорит, мама говорила мне учись, учись, сынок, а я не учился, прогулял, и теперь всю жизнь жалею об этом. Чтобы не было мучительно, больно, забесцельно прожитые годы, как говорил один из классиков. Третий пункт, последний. Каким временем мы должны научиться дорожить? Пять очень важных моментов вы можете себе пометить и записать. Бог дает время на пять важных вещей. Первое. Чтобы приготовиться к служению. Эфессианам 4.14. Не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского? Молодая девушка из Фирь оказалась в самой богатой стране, в самом богатом дворце Носаком, в самой высокой, богатой должности царицы. И она могла думать, это все теперь для меня. Мне повезло. Послушай, Эсфирь, ты оказалась в самой богатой стране, в самом богатом городе Стейт-Калледж. Я о этом не сомневаюсь. На самом высоком должности царственного священства. Если ты промолчишь, избавление придет из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. Наш народ гибнет. И мы сейчас говорим не просто только о физической гибели, где сегодня гибнут многие и многие наши славяне. Мы говорим о том, что люди гибнут без покаяния, как уже говорил первый брат. И за это нужно молиться. Умрут все. Но как умрут? Либо успел примириться с богом, либо не успел. И вот это наше ходатайство должно быть сегодня. Эсфирь поняла, что все остальное было только подготовкой для одной вещи. С постом и молитвой, в плаче и рыдании за свой народ, заступиться за гибнущий народ. Вы это делаете. И мы это будем продолжать делать и настроим свои сердца в конце для молитвы, чтобы нам вместе помолиться снова. Снова за мир на Украине. За то, чтобы перестали гибнуть наши люди. Но самое главное, помолимся, чтобы Бог в это последнее время еще многим-многим людям дал покаяние. Второе, чтобы послужить Богу. Вы знаете, был такой Пашков. Один из самых богатых людей царской России, входящий в десятку богачей того времени. Он покаялся, и Бог положил ему на сердце начать вкладывать свои несметные сокровища в дело благовестия. Послушайте, он успел к 1917 году вложить весь свой капитал в миссионеров, в строительство домов, в детские дома, в поддержку дела Божьего. Успел вложить все. И в 1917 году вышел декрет народных комиссаров, что все богатства, ну, богатых людей, экспроприируются в пользу революции. Я думаю, как удивительно. Один человек из всех богатых людей того времени понял, что нужно делать с тем, что тебе дано. Он буквально дорожил временем, и он успел. Я думаю, что он, наверное, самый богатый человек, потому что он успел вложить все в Царство Божьего. Успеть послужить Богу. Вы знаете, путешествие по многим церквам, по делу нашего колледжа, у нас уже сегодня открывается 10-й с Божьей помощью филиал, и нужно много ездить. Я посещаю церква, и братья говорят, что после пандемии что-то происходит с нашим народом. Меньше людей хотят Богу служить и оставляют свои служения почему-то. А я хочу ободрить вас. Сейчас время для того, чтобы еще больше послужить Богу. Будем дорожить этим временем. Давид в свое время, послужив извалению Божью, почил. Надо успеть это сделать. Третье. Чтобы приготовиться к испытаниям. Битие 41 глава. Один человек, Иосиф, увидел, что семь лет изобилия даны были для подготовки к ужасному голоду, который грядет. Так что тучные коровы будут съедены этими тощими, и даже не будет приметно, что они вошли в утробу их. Таким ужасным будет голод. Один человек имел мудрость, и он начал запасать, и он приготовился к этому ужасному испытанию. Вы знаете, сегодня я слушаю экономистов, причем разных, из разных стран, и они говорят что-то одно. Они говорят, что грядет ужасный экономический кризис. И некоторые считают, что такого кризиса в истории Земли еще не было. Какой грядет экономический кризис, потому что мы видим, ясно, две империи, которые сегодня вышли. Это огромные империи, которые начали войну экономическую между собою. Мы видим в сполохе войн, будут отражаться там и здесь, но самое главное, Третья мировая война, это экономическая между этими империями. И вот они будут вести ее на уничтожение друг другу. И богатые страны опустятся на уровень бедных, бедные опустятся на уровень голода. Если экономисты ошибаются, мы не против, но если они ошибаются в другую сторону, и будет даже еще хуже, нежели они предполагают, экономический кризис надвигается. Первые ласточки, так сказать, обрушения банковской системы мы уже видим здесь в Америке. На пустом месте самые, так сказать, сильные, имеющие самые большие активы банки вдруг начали падать. Что это такое? Вы знаете, интересно смотреть на эту мировую сцену, но надо смотреть очень внимательно через призму священного писания. Нам сегодня высвечивают огромным прожектором в углу сцены, как борются два человека. И все внимание всех приковано к этому. Но человек, имеющий взгляд библейский, видит, что на самой сцене, на которой еще света нет, происходит какое-то движение очень-очень сильное. И вот когда Бог даст свет на основную сцену, вот тогда мы увидим все остальное. И мы не должны сегодня смотреть только на угол сцены, где там кто-то что-то делает или борется. Это будет продолжаться то в одном, то в другом углу. Но самое главное событие происходит сегодня в темноте, а это скрыто от глаз всех. И человек библейски настроенный должен видеть. Это идет к последним событиям книги Иезекииль, 38-39 главы, как считают сегодня наши братья в большинстве своем. А это значит, что все будет собираться вокруг Израиля. Израиль там на главной сцене, и движение это сейчас собираются страны вокруг Израиля. И мы видим, что 38-39 главы готовятся. Кто-то возьмет на себя роль Гога из земли Магог. Этим закончится, возможно, Третья мировая война. Но о том, что мы свидетели всему этому, мы, конечно, должны это понимать. И не поддаваться на тот шум из всех источников СМИ, который является просто пропагандой и дезинформацией. Не поддавайтесь на это, дорогие друзья. Готовимся к большим испытаниям. Но как готовиться? Смотрите, если кто-то из вас сегодня запасает продукты, неплохо. Кстати, китайское правительство, обратившись к своим гражданам, сказали о том, что нужно иметь запас продуктов минимум на 4-5 месяцев, потому что будут неизбежны перебои с продовольствием. Это неплохо. Но самое главное, нужно заготовить духовную пищу. Потому что вместе с кризисом придет, несомненно, придет и полное расстройство людей. Люди будут не знать, что делать. И вот тогда Иосифы должны открыть житницы духовного хлеба и делиться с людьми этим хлебом духовным. А значит, нужно его иметь. Четвертое. Нужно приготовиться к встрече с Господом. Наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Время для подготовки. Нужно успеть облечься в весон чистый и светлый, которая есть праведность святых. Последний, пятый пункт. Бог дает время для покаяния. Я дал ей время покаяться. Вы помните, какой был ответ? Но она не покаялась. Не использовала, упустила. Последний пример, который тяжелый для моей семьи, но ободряющий для всех тех, которые продолжают молиться за своих близких, неспасенных людей. Этим летом мы получили звонок от нашего второго сына. Это приемный сын, еврей. Мы его взяли четыре годика и воспитывали. Он уже жил самостоятельно. И вот он попадает в реанимацию после ковида. Пошло осложнение на легкие. Мы помолились Господу. Господи, дай нам его увидеть. Продли его жизнь. Бог ответил на эту молитву. Мы успели приехать в ту страну, где он жил. Три недели его перевели в обычную палату. Мы его посещали. Мы начали говорить с ним о том, что время пришло. С детства он все слышал. Очень часто плакал, когда слово его касалось. Но все время откладывал покаяние. Я говорил, Саша, ну что ты откладываешь? Он говорит, папа, там же написано в Библии, что евреи жестоковыйный народ. Я говорю, правда? Но не все же. Не все. Апостолы. Это ж твои родные. Папа, меня еще мир держит. Но я успею. Я приду к Богу. Саша, не опоздай. И вот три недели мы начали с ним говорить о подготовке к вечности. И он говорит, я не обижаюсь на Бога. Я благодарен Богу за эту болезнь. Я говорю, Саша, если ты благодарен, открывай свое сердце. Он успел. Он успел примириться с Господом. Потом начались сильные боли. И третья наша молитва. Господи, облегчи его страдания. Бог на третью молитву тоже ответил. Он облегчил страдания и забрал его в мире к себе. Мы плакали три дня, но наши слезы были светлыми, потому что мы знали, что Бог по великой милости дал ему эту возможность. Дал ему покаяние, и он его не потерял. 27 лет мы молились за нашего сына. 27 лет не было ответа. Последние годы я уже не знал, как молиться. Я думал, может, он действительно еврей, а не жестоковый. Но Господь положил молиться с постом. Каждую неделю я начал молиться с постом за его душу. Молитва начала занимать мой весь горизонт. И она заняла все, все мое пространство. Я находил утешение в молитве и посте за его душу. Послушайте, за последние три недели Бог ответил на все наши молитвы за 27 лет. Он дал ему покаяние, он дал, чтобы мы с ним увиделись. Он облегчил его страдания и взял его к себе. Я хотел бы обратиться к вам, дорогие братья и сестры, с словом ободрения. Кто-то из вас молится долго, не видит ответа. У Бога есть свое время ответа. Нужно ему доверять, нужно продолжать молиться и усиливать вашу молитву постом. Давайте мы так и помолимся Господу. Если кто-то сегодня еще медлит идти к Господу, время мало остается. Поторопись, дорогой друг, поторопись. Бог дает время для покаяния. Давайте мы научимся дорожить временем. Будем видеть, на что Бог дает сегодня время. Это для того, чтобы подготовиться к служению, чтобы успеть послужить, чтобы успеть приготовиться к испытаниям, к встрече с Господом и успеть с Ним примириться. Важные вещи, которые мы не должны упустить. Помолимся Господу, прославим Его. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok